Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня очень интересная и очень непростая, если не сказать сложная книга «Черный лебедь под знаком непредсказуемости». Кажется, впервые в рамках формата «10 фактов, 3 задачи» возникла задача уместить в эти самые 10 фактов книгу почти из 750 страниц. Надо сказать, что как только она мне попала в руки, я сразу понял, что человек, написавший ее, каким-то образом связан с гуманитарными науками высшего порядка. И таки да, оказалось, что Насим Николас Талеб, экономист-аналитик ливанского происхождения, является, кроме всего прочего, еще и доктором философии. Доктором философии, растекающимся мыслью по древу и ставящую перед нами с вами обычными людьми весьма нетривиальную задачу. Вычленить из этих 750 страниц 10 полезных фактов, из которых можно потом сформулировать 3 задачи. Не для финансового трейдера или биржевого аналитика, не для руководителя какого-нибудь небольшого государства, а вот для нас с вами простых, обычных людей. Будем мы это делать вместе с розовым, вот с таким вот звуком открывающимся, бароном Дориньяком. Это французское, хорошее, из серы, такого сорта винограда, 100% молодое 2018 года, кстати, вино. Очень нежное и очень летнее. Фрукты, клубника, фиалки и едва заметное легкое терпкое послевкусие. Идеально подойдет к морепродукту или к какой-нибудь сложной книге. Значит, Талеб. Все, что вам нужно знать про него, это то, что основная сфера его научных интересов, это как раз вот изучение влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и на биржевую торговлю. Ну, а также любые механизмы торговли производными финансовыми инструментами, там, опционы и прочие-прочие разные штуки. Он из очень интересной семьи, если у вас будет минутка, почитайте, перед тем, как приступить к книге на 750 страниц, почитайте в Википедии о его генеалогическом древе, о том, что он там в ливанской семье, в которой были и управленцы, и политики, и православные каким-то образом затесались. И вот это, наверное, все, плюс образование, дало возможность ему сформулировать те самые полезные советы, которые не так просто вычленить из этой книги, которые, возможно, пригодятся вам в повседневной жизни. Если вот у вас вообще нет дальше времени смотреть даже этот обзор и потратить там 15 минут своего времени, чтобы понять, из чего состоит эта книга, то просто запомните тезис. Значит, учитывайте при принятии любых решений и при ваших поступках, учитывайте факторы, которые окажутся вам невозможными. Это так называемые черные лебеди, которые меняют весь ход событий, меняют всевозможные риски, варианты. В общем, в любом действии может быть заложен тот самый черный лебедь, непредсказуемая третья сила, о которой никто не задумывается, но которая развернет это событие совершенно в другую сторону. Вот, собственно, то, о чем говорит Талеб на 750 страницах своей книги. Но давайте по порядку. Значит, черные лебеди – это так называемые события вне прогнозов. Почему они называются так? Потому что человечество до того момента, как впервые увидело черного лебедя, человек всегда считал, что эта птица имеет только белый окрас, а черным лебедь быть не может. И вот так и в жизни происходит. Пока событие какое-то не произошло, может казаться, что оно невозможно. Но в тот момент, когда оно происходит, все говорят, ух ты, как это так получилось. А маленькая группа людей, которая в том числе предугадывала, как один из вариантов развития любого сценария, вот это событие остается в выигрыше. Потому что они учли риски, связанные с неожиданностью. Исходя из этого, вы максимально рискуете, если минимально знаете. То есть, чем больше знаешь, тем меньше риск. Чем меньше знаешь, тем больше риск. Вы, конечно же, не способны и не обязаны знать все на свете. Но, во-первых, у вас есть сфера ваших интересов и компетентностей, в которой вы развиваетесь. И уж тут будьте добры знать максимальное количество информации. И следите за, вот не только за фундаментальной информацией, которую вы должны знать о том, чем вы занимаетесь, или о том, чем вам интересно. Но самое важное следить за оперативной информацией. Это становится все более сложным, потому что информации вокруг вас становится все больше. И людей, которые транслируют эту информацию, тоже становится все больше. За счет этого повышается уровень белого шума, вам становится все сложнее. Но это основная часть, благодаря которой вы можете вовремя разглядеть черного лебедя. И это утверждение справедливо не только в отношении одного какого-то человека, но и справедливо по отношению ко всему обществу. Чем меньше общество знает, тем больше риск возникновения вот этого самого черного лебедя. Игровой момент мы потом будем о нем говорить чуть дальше. Вот он как раз провоцирует наше такое сладкое неведенье относительно будущего, ориентируясь на стабильном прошлом и на вот этих прогнозах, что поскольку раньше было хорошо, значит и потом будет тоже хорошо. Пример с фермерской индейкой, которой несколько лет кормили, все было хорошо, и она, возможно, не ожидала никогда ничего плохого, но на праздник ее подали к столу в качестве основного блюда. И именно поэтому, ориентировавшись на стабильное прошлое и не сбежав вовремя через дырку в заборе, индейка попала к нам на стол. И это вовсе не значит, что ее ожидает точно такое же стабильное, хорошее будущее. В качестве иллюстрации, кстати, я привел картинку времен Римской империи. Мне только недавно попалось письмо одного из каких-то патрициев римских, очень влиятельного человека своему другу, о том, что он находится сейчас в Риме на своем доме с бассейном, и все очень хорошо, жужжит стрекоза, очень тихо, и кажется, что эти лучшие времена будут длиться вечно. А уже через три года после отправки этого письма варвары стерли, в общем-то, Рим в том виде, в котором к нему привыкли, с лица земли. Очень важный тезис относительно того, что в будущем не обязательно будет так, как было в прошлом. Правильно классифицируйте информацию. Это очень важно, потому что, как я говорил уже на прошлом слайде, огромное количество информации, в том числе неважной, ну не такой важной, разного уровня, в общем, важности, разных источников компетентности, доверия и всего такого, будет вас окружать. Чем больше вы хотите погружаться в тему, тем больше вам придется знакомиться с этими самыми источниками, и самое главное, научиться правильно их классифицировать, для того, чтобы тот защитный механизм, который в нас вырабатывается, он отсеивал, в общем, не отсеивал важные детали, а отсеивал какой-то белый шум. Это очень тяжело сделать, потому что, как правило, как только на нас вот это начинается информационная навала, мы выпадаем из зоны комфорта и начинаем закрываться, потребляя лишь самый минимум информации, упуская важные детали, такое, знаете, это называется шапочная эрудированность, в общем, по верхам похватали-похватали и с этим потом живем. А вот как раз основная из задач для того, чтобы распознать черного лебедя максимально быстро, это правильная классификация информации. Ну и помните о том, что информация может быть масштабируема, а может быть и нет. То есть, если вы понимаете, что человек, вам говорят о том, что человек, вернее, не так, вы видите, что человек весит там 70-80 килограмм и живет 80 лет, 90 лет, и пытаетесь масштабировать эту информацию, то очевидно, что человек не может жить 300 лет и весить 2 тонны. Эта информация, которую вы получили от человека, она не масштабируемая, а есть информация, которую можно масштабировать для любых размеров, вплоть до бесконечности. И очень важно отделять масштабируемую информацию от немасштабируемой для того, чтобы делать прогнозы на будущее. Если вы видите, что какие-то данные склонны к увеличению и там нет верхней границы, скорее всего, они будут увеличиваться без возможности верхней границы. При этом не будьте слишком уверенными в тех данных, которые вы обработали и сделали какой-то вывод. Всегда, знаете, как китайцы говорят, сомневайтесь, найдете истину. Здесь всегда по умолчанию считайте, что вы знаете недостаточно для принятия решения, достаточно мало, и вам нужно еще добрать из этой тематической области, где вы оцениваете риски, еще какой-то информации. Именно такой комплексный подход и постоянное докапывание до сути, оно обеспечит вам полную картину перед принятием решения, и раньше всех сможете обнаружить того самого черного лебедя, о котором говорит Талеб. Ну, в общем-то, это перекликающийся тезис 6-7, не будьте уверенным, и еще раз оценивайте риски с позиции того, что вы ничего не знаете. В принципе, к тезису про слишком уверенность можно еще отнести тот момент, что вам важно основываться не только на вот том всем объеме информации, которую вы самостоятельно потребляете, но и найти нескольких экспертов, с которыми вы можете поддерживать связь, которым вы можете задавать вопросы, или от которых вы можете получать чуть больше развернутой информации, чем получают обычные люди. И тогда вот это вот отсутствие самоуверенности, несколько источников информации, и оценка риски с позиции незнания даст вам тот симбиоз, который позволит максимально полно раскрыть картину. Талеб говорит, что да, смысл всей моей книги – это ограничения, и самое главное – случайности, которых никто не предсказывает. Именно поэтому помните, что даже если вы распознали черного лебедя, на каждого черного лебедя найдется еще один черный лебедь. Непредвиденные сложности, все, что может пойти не так, обязательно пойдет не так. Особенно если это вещь, которой вы посвящаете очень много времени, если это процесс, которым вы болеете, выстраиваете, это значит, что вы продумываете, прорабатываете его до деталей. Как правило, дьявол кроется в деталях, и как правило, в момент реализации то, что дорого вам, то, что максимально близко начнет идти немножечко не так. Или будьте готовы к этому с точки зрения того, что прорабатываете максимальное количество вариантов, выискивая черного лебедя, или будьте готовы к этому с точки зрения налить себе немножечко розового французского и созерцая, наслаждаться происходящее. Но самое главное, и в том, и в другом случае, вы, пожалуйста, оценивайте свои перспективы, исходя из полного понимания картины, а не одного какого-то отдельного кусочка и непонимания того, что будет происходить в будущем. Метод дедукции от частного к общему, а индукции наоборот. В общем, когда вы видите какие-то частные кусочки, маленькие разрозненные пазлики в момент того, когда вы собираете картину, научитесь видеть еще и потоки возможностей, как вы собираете эту картину, как она будет выглядеть в конечном итоге. Учитывайте все известные вам факторы, неизвестные факторы дозапрашивайте у дополнительных источников информации или у экспертов, и постоянно помните о том, что все равно возможно нахождение какой-то еще серой зоны, про которую вы не подумали, и именно там, возможно, кроется черный лебедь. Ну и расширяйте мировоззрение. Путешествуйте, читайте, узнавайте новое, ставьте себя на место других людей, расширяйте сознание любыми легальными способами. И Талеб, знаете, вот как-то на юридическом языке это называется снятие рисков, ответственности за совершенные вами действия. Кажется так. В общем, никто не знает все на свете. Не нужно делать окончательные выводы, даже если вы уверены на 100%. Ведь всегда будет черный лебедь, а у черного лебедя есть свой черный лебедь. Удивительной философической, философического объема мысль, которую, ну, в общем-то, наверное, и ждешь в конце книги доктора философских наук на 750 страниц. Все бы это было довольно вот пространно с бутылкой вина, знаете ли, под ветвью в тени какого-нибудь дерева с легким осенним ветерком, если бы не одно «но». Насим Талеб стал таким известным, потому что прогнозы 2007-2008 годов, где он одним из, если, ну, в общем, одним из первых, если не из единственных, предвидел кризис, вот этот вот мировой финансовый 2007-2008, позволили стать ему миллионером. Он тогда заработал несколько миллионов долларов и объяснил это использованием как раз тех самых статистических методов в области финансов, на которых он вывел теорию Талеба-черный лебедь. Группа инвесторов, которая работала с ним в тот момент, обогатилась где-то примерно на миллиард долларов. И получается, что вот этот финансовый успех Талеба в сочетании с предыдущими прогнозами способствовали его популярности и продвижению в наши с вами широкие массы. Там многочисленные интервью, журналы, телевизионные шоу и все такое. До этого, кстати, в 2003 году была не такая большая победа. Фенни Мэй, по-моему, это была компания. В общем, он предсказал вероятность ее коллапсов на финансовом рынке. И она была очень стабильная, и там множество нападок на него было, и все его критиковали за это. Потому что она тогда считалась одной из основных по управлению рисками на ипотечном рынке. И когда прогнозы Талеба полностью оправдались, крах этой компании обошелся налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов. Поэтому дядечка хоть и философ, но если вдруг вы связаны каким-то образом с инвестициями или связаны с управленческими решениями, связаны с тем, чтобы на единицу времени принимать максимальное количество решений, то я рекомендую все-таки не ограничиваться обзором в рамках 10 фактов, а внимательно с карандашом, возможно, в несколько заходов. Я читал ее в 2 или в 3 подхода. Перечитать эту книжку и сделать для себя, вывести для себя три задачи, которые будут важны только для вас. Три задачи записываем в букнот. Прочитать о нем можно по ссылке букв телка.инфо.блок.букнот, ну или, в общем, на сайте букв телка.инфо введите букнот, там найдете его. Это такой специальный блокнот для созданного чтения, позволяющий вычленять из книги самое главное и основное. Три задачи всегда из книги выписывают только в него. Значит, первое. Помнить о игровых заблуждениях. Это вот тот самый термин, введенный Талебом, когда в идеальных технических, технических в том смысле, что они вам даны как набор данных, Условиях, которые вы используете во время вот этого игрового эксперимента, часто будут невозможны на практике, потому что все, что может пойти не так, пойдет не так, и там будет присутствовать черный лебедь. То есть, когда строим игровые модели какие-то, закладывать максимальное количество нестандартных ситуаций, вплоть до того, чтобы прилетели инопланетяне и постреляли нас всех из лазера. Вторая задача – стараться получать максимум оперативной информации по тому виду бизнеса, которым занимаюсь, подписаться на всех конкурентов, следить за их акциями, за ценовой политикой, поставщиками, структурировать эту информацию, классифицировать ее как-то и постараться автоматизировать этот процесс, чтобы она не отнимала у меня очень много времени. То есть, либо делегировать это какому-то человеку, который будет структурировать инфу и отдавать выжимки, либо делегировать это алгоритму, который сможет выбирать основные активности конкурентов и раз в неделю их собирать в подборку и мне присылать на почту, условно. И третья задача – всегда помнить о существовании черного лебедя в том смысле, что стараться просчитать максимальное количество вариантов, включая самые фантастические. Это, в общем-то, перекликается с тем, что при моделировании ситуации использовать обязательное присутствие черного лебедя. Так, конечно, с одной стороны можно стать параноиком и везде выискивать и перестраховываться десятки раз в тех ситуациях, где не случится ничего непредсказуемого сверхъестественного, но, как мы видим по опыту Талеба, на 101-й раз можно стать миллионером, а если повезет, то и миллиардером. Проект «Читай быстро» – буква.инфо. Там мы размышляем на блоге о том, как читать чуточку быстрее осознанней, там мы говорим о блокнотах для осознанного чтения, там мы разбираем книги, делаем подборки и размышляем о наших рабочих тетрадях. Там же, кстати, можно проверить скорость вашего чтения – буква.инфо.слэшрапид. Читайте, отвечайте на вопросы, получайте сертификат с осознанностью и скоростью вашего чтения. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Инстаграм, подписывайтесь на колокольчик, на комментарии, задавайте вопросы, все, что вам интересно, давайте обсуждать, дружить и продолжать читать книги. Я как-то увлекся презентацией книги и совсем забыл про свое розовое, слегка уже подогретое вино. Сейчас мы его немножко охладим и, наверное, поговорим с вами о Кавасаке и его стартапе. Кавасаке очень крутой чувак, потому что он первым ввел понятие евангелизма, когда работал еще в 1984 году в Apple. Вот если вам интересно, как это произошло, то подпишитесь, чтобы не пропустить. Читайте книги, слушайтесь, мама. Хорошего вам дня. Пока.